при 2 часа ребята вот такое у нас сегодня путешествие с приключением то сначала телефон чуть не потеряли потом ключи остались в машине закрыли бывает бывают такие дни но хорошо все то что хорошо кончается да лёшик не хочешь со мной посидеть а ну-ка лёшику спать пора иди поспи а мы с вами посмотрим что купили мы же что-то купили вроде бы вроде бы идите дали за выспалась и она дома была выспалась да иди ко мне сюда иди у меня тут что-то есть лёшик лёшик я и тебя не забыла знаешь видел лёшику как лёшик реагирует вот как лиска на шуршание пакета так лёшик вот реагирует на это соломку ему купил купила лёшик пока сережей ездили за мастером чтоб открыл дверь не за мастером а поехали вот чтобы узнать как открыть дверь в автосервис вот а мы со светой зашли пятерку походили по пятерке вот лёшику накупила соломок соломки по 32 рубля надо вообще-то смотреть вот когда будут на распродаже тогда и покупать вот сегодня они не раз не на распродаже ну ладно что там посмотрю там все равно скидка есть 10 пачки варежки это варежки мои перчатки так что значит начинаем такая вот вазочка она пластиковая взяла взяла не потому что взять лишь бы а поменяла свои крючки отдала те крючки которые на присосках не держит нифига вот ну вот взяла вот такую вазочку она 120 рублей крючки 100 вазочка 120 ну на новый год будут на салатик на какой-то да она такая красивая она пока новая пока она красивая потом она пожелтеет потрескается и выброситься ну ладно так потом суду суду взяли ой я еще забыла у меня в сумке там еще кое-что есть суда у меня заканчивается пошла я в сумку сумки там вот это вот тоже такие две покупочки что это это мы покупали на рынке ладно это потом сейчас пятерка вот стол пятерки сахарная пудра не надо будет такая вот сейчас я расскажу что почем две сахарные пудры разрыхлитель тут у меня дрожжи вот еще разрыхлитель вот разрыхлитель и еще кокосовая стружка мне будет нужна для десерта на новый год я уже готовлюсь к новому году ребята вот и потом вот это вот здесь все пятерка коньяк но коньяк не не пить не армянский коньяк древний эривань а я себе стопочку попробую а почему нет здесь 150 граммов а 200 даже 200 а вот такой вот коньяк зачем мне коньяк ребята коньяк и вот это вот специи знаете что это сейчас развяжу кто-то знает кто-то не знает лично я до сегодняшнего дня вот не знала как выглядит вот эта вот специя вот кто-то уже узнал это кардамон ребята это кардамон это кардамон а вот это вы знаете наверное да это бадьян звездочки такие вот как они пахнут кардамон нет кардамон не так его надо разгрызть а бадьян пахнет вообще обалденно просто обалденно ребята а вот столько у меня немножко у нас продают такие специи на рынке вот этот и бадьян вот они на ложке столовая ложка кардамон 60 рублей бадьян 30 рублей для чего мне это надо и коньяк вот эти специи и коньяк для чего надо хочу ребята испечь немецкий пирог пирог штоллен будет немецкий штоллен рождественский если кто знает он печется за месяц до рождества вот ну месяц три недели ну можно и немножко меньше вот но его надо испечь и выдержать чтобы он полежал вот три недели месяц до рождества а потом и за подожди иди сюда пока вот а потом есть на рождество разрезать и есть говорят очень вкусно вот хочется мне попробовать у меня уже все есть вот коньяк тоже в коньяке а здесь наверное это еще не все ладно продолжим потом с этим где мы пили кофе взяли два вот таких пирожных воздушных без обожаю их просто ребята обожаю молоко взяли белорусском магазине значит вот такое вот рогачевская как обычно мы берем и взяли попробовать вот такое эконива эконива когда-то мы взяли вот летом с танюшкой взяли вот такой вот кефир обалденный кефир просто суперский вот говорю лёшку давай возьмем попробовать и вот такое молочко цена одинакова 65 рублей и рогачевская и вот это эконива тоже 65 рублей попробуем дальше ну это мы взяли для нашего друга с ножкой здесь мандарины и хурма вот потом сегодня не получилось заехать а потому что вот провозились с машиной и все замком до поедем завтра мандаринки и форма ну еще наберем яблочек яблочки у нас есть домашние яблочек наберем из пику может чего-нибудь вот с пустыми руками дальше вот значит здесь изюм черный изюм это вот сюда для пирога изюм клюква сушеная это все у нас на рынке продается вот и вот это вот вот эти я забыла как они называются маленькие такие мандаринки знаете сушеная они маленькие маленькие вот такие прям попробовать никогда не пробовала сушеная мандарины так подожди я тебе сказала подожди вот они они ну вот как цукаты там можно было вот для пирога взять цукаты ну мне захотелось вот натуральных этих не ну цукаты они тоже натуральная ну какие-то цветом уж слишком такие яркие вот вот взяла черный изюм из черного винограда клюкву и вот эти вот обалденно тебе не буду тебе давать такое это все режется вот так на кусочки и в пирог что лин но прежде вымачивается в коньяке в коньяке или в темном роме рома я не нашла вот у нас пришлось взять коньяк вот эти фрукты я сегодня нет да сегодня там их надо вымачивать день два три вот сегодня залью коньяком вот и будут они у меня стоять завтра не получится потому что завтра поедем навестим больного а послезавтра займемся пирогом послезавтра будет пирог попробую клюковку сушеную тоже никогда сушеную клюкву не пробовала вот первый раз только купила ее ммм вкусно сладенькая такая ммм и будет вот такой штолен хотите ребята присоединяйтесь здесь ну в принципе я вот покажу как пику оставлю рецептик очень мне хочется попробовать этот пирог и вот еще сахарная пудра его надо будет облить сливочным маслом после того как он испечется и посыпать сахарной пудрой хорошо так сдобрить знаете и потом завернуть все и на хранение вот так что если кому интересно давайте печь в штолен вот ладно штолен оставляем что взяли еще фаршик взяли на что не знаю Леша говорит давай возьмем фарша ну вот давай может котлеты может что не знаю в общем фарш и ребята взяла вот кусочек шеи шея 415 рублей шея у нас для чего для буженины попросили меня показать как я делаю буженину сделаем вот будет буженинка я уже представляю как она будет пахнуть в общем вот такие вот наши покупочки ребята все вот это вот все это все что купили ну проездили вот мы еще так на рынок не ездили ну бывает что ну да неприятно конечно Лешик очень расстроился у Лешика сразу поднялось давление потому что заехали к ребятам он хотел кофе попить но померял этим тонометром давление и оно 170 поэтому попил чайку без удовольствия конечно просто попил ну как то так да говорят надо срочно Лешика к доктору надо бегом прямо к доктору ребята ну знаем мы и я это знаю но это же Лешик понимаете но это же хуже ребенка вот я ему говорю Лешик давай давай нет нет и и что я могу сделать ну не могу я силой потащить его зубы вставить Не могу вот пишут почему вы не вставите, почему вы не вставили Лешику зубы? Как я ему могу оставить зубы? Я а не стоматолог Ну как? И не могу потащить его силой, если он не хочет, если человек не хочет, что ему можно сделать, а? Ничего абсолютно. Я же не буду его связывать и пытать. Так что, как-то так. Да, Лиза? Вот такой у нас Лешик. Ладно. Все, третий час. Сейчас разберу это все. И вот такие вот вкусняшки вкусные. Они такие влажненькие, мокренькие. Упал кусочек. А Лизка не хочет, не понравилось ей. Все, пока-пока. Ребята, я уже все убрала, а потом вспомнила, увидела чек, вспомнила, что не рассказала вам, что почем. Ну, если кому интересно. Кому не интересно, можете отключаться. Вот. Ну, уже все убрала, растыкала. Значит, палочки со скидкой 30.58. Вот. А так 32 рубля. 32.19. Вот эти палочки. Лешки. Так, коньяк. Ну, вы же помните, что было, что я вам показывала. Коньяк. 208.99. 209 рублей. Без скидки 220. Но я взяла сначала маленький, 100-граммовый. Но посмотрела, думаю, будет мало. Все-таки сухофруктов много. А их надо залить, чтобы они впитали в себя этот коньяк. Вот так. Дрожжи. 21.19. Давайте буду называть вам без скидки. Вот. Дрожжи 20.19. Сухие вот эти. Разрыхлитель 10 рублей. Пудра 17.20. Она идет. Даже на нее скидка не распространяется. Она, наверное, уже со скидкой. По желтому ценнику точно. Так. Пудра-пудра. Пудра. Сода. 34.19. Так. Палочки-палочки-палочки-палочки-палочки. Кокос-стружкой 74.20. Со скидкой 70.50. Итого скидки у нас на 37 рублей 20 копеек. И покупка 778.20 и скидка 740 рублей. Вот так вот. Получите 350 баллов за покупку творога, сметаны, йогуртов, глазированных сырков, кисломолочных напитков. За покупку от 550 рублей в одном чеке до 14 декабря. Нет, мы, конечно, столько молочка не покупаем. Мы вообще молочку в пятерке не покупаем. Очень редко. Такие вот. Такие вот наши покупочки, ребята. Теперь всё. Теперь всё. До встречи.